Черная полоса началась для любителей парковаться на газонах. В силу вступила поправка к закону, запрещающему оставлять авто в зеленых зонах. Есть надежда, что гряземесы, которые не отличаются бережным отношением к городу, теперь постараются сберечь хотя бы собственные деньги. По Уралмашу, где за словом в карман не лезут, Анжела Брик прогулялась вместе с квартальным. Я ведь вас предупредил о том, что закон с субботы вступает в законную силу. В жизни гряземесов началась черная полоса. С субботы в области снова ввели штраф за парковку на газонах. Нарушителям придется выложить от 3 до 5 тысяч рублей. На борьбу с ними сегодня вышли квартальные инспекторы. Им вернули право выписывать штрафы. Но водители считают, что правда на их стороне. Раз нет места для парковки, значит можно отнять его у детей. Вот подскажите, я буду ставить машину куда? Я еще раз. Ставить или где? Здесь, оставлять на аварийке? Я еще раз. А вы когда машину покупали, вы же нас не спрашивали, можно ли, разрешаем ли мы вам покупать машину, потому что вам ее негде парковать. Вы как-то сами, да, с этим справились? Ну, вы знаете, что у нас... А теперь вдруг мы должны решать вашу проблему отсутствия парковки. Не, ну вы знаете, что у нас в каждой семье, не знаю, там 90%, 99% у каждого машины, да? Ииии? Какой ответ-то? Я не понимаю. Вы сейчас к чему ведете-то? Ну, кажется, у каждого сейчас... Потому что это нашей проблемой должно быть отсутствие у вас парковки. Раскошелиться водителям придется за парковку не только на газонах, но и в парках, а также на детских и спортивных площадках. Штрафовать нарушителей в области уже пытались, но в июле Верховный суд наказание отменил. Теперь же у депутатов вторая попытка. Они уверены, к новой поправке не подкопаться. Вернуть санкции пришлось по просьбе самих горожан. На колесах-то ведь все же растаскивается. Вся грязь, конечно. И вот тут вот поставят так аж на тротуары. Думаете, напугает? И все равно дадут 500 тысячу. Да он отдаст и будет снова тут стоять. 5 тысяч штрафов? Ну, 5, чем может быть. Закон теперь стоит на стороне пешеходов и охраняет все клумбы и дворы. Уезжайте, а то прилипнете на 5 тысяч рублей. Сейчас уедем. Однако у автомобилистов еще есть шанс пойти в наступление, говорят в районных администрациях. Главное – найти соседей единомышленников. Тогда газон во дворе можно признать парковкой. Машин слишком много, и не все дворы способны себя их вместить. Поэтому необходимо благоустраивать дворы, необходимо выделять парковочные площадки под транспортные средства. И это необходимо делать в первую очередь жителям, так как территория это есть. Но если жители все же против стихийной парковки, в их арсенале теперь не только слова, но и сайты квартальных. Туда можно высылать фотографии нарушений. Главное – не забыть указать адрес. Анжела Брик, Алексей Юдин. Главные новости Екатеринбурга.